автоответ с никитой небылицким сообщение смотри вот ну вот олег пишет не знаю как для вас для меня представляет некоторые неудобства необходимость ежедневной зарядки аккумулятора например в телефоне часах другие устройства тут еще автомобиль добавляется и олег свой поисал по цифрам езжу сейчас на дизель заправляюсь один раз в 10 дней и проезжаю в день 100 километров вот 100 километров если в день на электромобиле проезжать это реально каждодневная зарядка да да нет конечно но как если смотри ну вот я хочу 100 киловатт-часовая машина ездишь ты судя по пробегу 100 километров в день то есть соответственно средняя скорость если 8 часов движения 12 километров в час и 2 часа движения 50 километров в час ну вот на 100 киловатт-часовой батарейки у тебя будет батарейка на 600 километров хватать ну раз шесть дней ты будешь заряжать даже даже и но при это пойми вот люди никак не могут понять что когда у человека дома есть где зарядиться то в отличие от бензоколонки ты вообще не тратишь времени на то чтобы напомнить себе это вообще никакой не процесс я вот себе поставил эту беспроводную зарядку на машину довольно долго они были дорогие теперь они дешевые стали и я просто ну паркую машину и все и как чуть-чуть что-то там заряжаешь это телефон тебе нужно там поставить его либо на беспроводной эту штуку на которую он заряжается или провод воткнуть как-то там его переместить там часы как с руки снять машину то все равно паркуешь если у тебя там свой дом или там свое парковочное место там в подземном паркинге то ты в одном и том же месте ее паркуешь как бы она встала и заряжается там заранее выставил один раз в жизни что она у тебя там если ты от городской сети заряжаешься один раз выставил что она у тебя там должна заряжаться 12 ночи что по ночному тарифу заряжался она сама включится 12 ночи сама выключится когда надо по зарядке в день за смотрите миша подражанский главный редактор авторевью который собственно говоря одним из первых стал эксплуатировать вот тесла в москве очень правильно посчитал штуковину вот смотри у тебя дома стоит розетка на розетке написано там 10 ампер или 16 ампер вот от обычной 220 вольтовой розетки поросенка вот самый простой машина заряжается в час на столько километров сколько у нее в этой розетке ампер причем так как машина умная то она чувствует что розетка перенапрягается она снижает мощность обычно домашние розетки восьми 16 ампер на изменяюсь обычно бывает 10 ампер но если у тебя 10 амперная розетка то вот ты в 9 часов вечера допустим домой приехал и в 9 часов вечера те уезжать вот соответственно за вот эти вот 12 часов которые вот промежуток этого времени пройдет ты от самой маленькой меньше 10 ампер по-моему розеток сейчас современных просто не бывает ну вот это ты вот сам маленькой 10 амперные от розетки зарядишься на 120 километров 120 километров зарядки это соответственно так дней что в году 365 получается где-то пробега там 50 тысяч в год вот это если вот ну самая маленькая розетка и и как бы его вот так да действительно бывают ситуации когда человеку нужно например поехать на юг и да действительно в россию суперчарджеров нет и как-то пока не очень предвидится при том что например на матрасе москва-питер зарядки есть они не такие быстрые как суперчарджер но они есть и в принципе до питера ну если не превышать разрешенные условно разрешен не штрафуемый не штрафуемые 150 километров в час где это можно в остальных местах ехать как положено по правилам плюс там вот как у нас любит плюс 20 километров нарушая то в принципе ты на 100 киловатт-часового машине доедешь с одной зарядкой ну еще процентов 30 аккумулятора надо будет зарядить причем как раз его средней части когда он заряжается быстрее всего ну то есть реально что на топливной машине что на электрической разница в достижении цели даже вот этой вот медленной относительно зарядки которые есть на м11 ну я не знаю может на 40 минут ты дольше будешь ехать на электрической машине чем на бензинов или дизельной это не дешевле ездить на электрической машине в россии сейчас ну в смысле дешевле но это не то ради чего ее покупают ее покупают ради того что она просто глобально лучше едет причем ну прям во всех аспектах она лучше рулится учитывая время в лагуны сейки 1.30 это вообще самое быстрое время для всех серийных машин включая 911 gt2 rs 992 кузове или макларенс сенну то есть вот плайт проехал это время она лучше тормозит за счет то что есть рукой рекуперации это собственно говоря по всем можно любой тест открыть там авто мотор он драйв или вообще ну западный любой как серьезных автомобильных изданий которые много тестируют ну на порядок лучше тормозит электрическая машина любая то есть даже какой-нибудь там fiat 500 электрический он тормозит лучше чем 911 а вот еще слушатели например пишут не только про теслу а пожалуйста такой комментарий владею nissan лиф возможной зарядки есть около дома проезжаю в месяц около 1000 1200 километров по расходам получается 900 тысяч рублей в месяц но разве же это не прелесть интересуется слушатель не это прям это здорово и на самом деле вот видно как просто европе массово пересаживаются народные электрические машины потому что ну реально они тише они менее вибро нагружены в них ну в большей их части которые все-таки делаются не по принципу как раньше делались машины а вот по новым этим принципам даже и d3 уже в общем где-то на новом принципе сделан volkswagen хотя конечно volkswagen начисто проиграл тесли несмотря на все свои старания технологическую битву то есть модель 3 ну на порядок лучше volkswagen id3 и при этом стоит почти столько же соответственно в электрическом машине больше погрузочного пространства она лучше поворачивает лучше разгоняется лучше тормозит вне тише ну то есть ну вот нет ничего такого что можно было бы сказать что в электрическом машине хуже чем бензиновый поэтому как бы народ естественно особенно вот при городских каких-то перемещениях а таких все-таки ну подавляющее большинство знаешь я вот там разговаривал с ребятами которые не путешественники ездят в африку совсем далеко туда в конго в южную африку из испании я говорю слушать а чего все на электромобиль пересели ну вы вроде путешественники но купили бы себе эти свои диффендеры там вот это все а где слушай ну а нет смысла проще ездить год на электрической машине а когда надо поехать в африку взять уже заряженный навороченный всем оснащенный диффендер в прокат полном фарша да и похоже на это вообще все переходит из кого деньги есть покупают вот эти вот относительно универсальные ну вот эти вот тесловские супермашины а у кого с деньгами похуже пока у тесла нет вот этого маленького хэтчбека он будет они покупают вот соответственно там 208 peugeot opel есть я не помню как называется такой же аналогичный фиат но собственно все это фольксваген сейчас практически у любой марки есть электрическая машина причем вот что интересно барселоне стали прям по жесткому душить въезд экологически грязных машин в города и в общем понятно что там сейчас пока еще евро 6 можно с маленькими выбросами можно евро 5 можно а вот евро 4 уже нельзя у меня вот приятель вчера например столкнулся с тем что у него ужин и он ей купил 2012 году целый с 350 бензиновый новый в магазине ну соответственно ездит она немного машина в испании парт порт с медленно так и ездил на нем на этом целое си была абсолютно им довольна этим целое сом и вдруг оказалось что на нем нельзя въезжать барселона там висят 72 камеры въезд стоит 800 евро десять раз в году это можно сделать бесплатно а потом платить деньги и он вообще не очень понимает что ему теперь делать потому что продать эту машину теперь тяжело но она на испанском учете же ты же должен измени меня кто-то у тебя должен купить машину понимаю что вот у него машина на которой вот в половину места просто заехать нельзя то есть это что обозначает знаю считает валенсия мадрид сарагоса севилья граната на все крупные города и это только начало потому что явно идет все к тому то есть первым этап они видимо сделают что на плагин гибридах у которых есть чистый электрический режим вот так городу подъехал нажал кнопку и поехал но это на самом деле сколько это там 234 года а дальше они вообще запретят топливные машины в городах и что делать причем знаешь это ну идиотское это популистское испанское правительство которое огнем и мечом это делает еще была одна ведь тоже история в голландии этажа история в бельгии начались разговоры о том же в германии да в германии значительно более сильно вот это внутреннее сопротивление там культ автомобилей и там другое к ним отношение там конечно позже произойдет но рано или поздно и в германии будет тоже самое та же история в лондоне вот приближается семимильными шагами пришли тоже ну совершенно очевидно что люди и и действительно же в этом логика есть то есть можно сколько угодно говорить что а вот там углем во первых электричество из угля уже давным-давно в европе мало кто получает да в китае так а вот такое пока есть при том что кстати дикое количество электромобилей продается но в европе электричество давным-давно уже не угольная но это да ладно бы еще электричество получают не у тебя под носом от того что где-то вкусимо льет отравленной радиации извините дерьмо в воду нас не заразило радиации важно что под носом а под носом действительно электрический автомобиль выбрасывает гораздо меньше чем любой другой но это очевидно что за этим будущее вот как например евгений из тюмени пишет нам два года назад был на мюнхенской выставке по солнечной энергетике производители тогда говорили что пошел новый пик и он другой раньше все спрашивали о цене и сравнивали со старой генерации а сейчас просто опрос как норма все просто хотят в будущее не а другая вообще ментальность стала другая совершенно стала ментальности кстати говоря еще одна из обстоятельства произошло я уже много раз говорил я человек который продает электроэнергию сетям в европе так вот я тебе могу сказать что стоимость электроэнергии в два раза снизил за последние пять лет то есть вот то что нам платят сети она в два раза упала потому что подешевела альтернативная энергетика и и стал дофига этой альтернативной энергетики и сеть уже не так хорошо у меня еще гидроэлектростанции я стабилизирующая мощность потому что ну действительно когда-то ветра больше когда-то меньше когда солнце больше когда солнце меньше а нужна некая стабилизирующая мощность потому что потребление какое-то все те есть всегда вот слава богу мы стабилизирующая мощность поэтому нас покупают чуть дороже то есть у нас как бы система закупки она Мы устроены таким образом, есть определенное количество денег, которые нам платят за каждый киловатт-час, это на сегодняшний день 2,5 евроцента. А еще плюс к этому, так как мы экологически чистые, то есть определенное количество денег, которые нам выплачивают, когда мы вырабатываем какое-то определенное количество энергии. Ну, то есть, грубо говоря, мы выработали там 100 мегаватт, нам что-то доплатили, еще 100 выработали, еще что-то, это был бонус такой. И по сумме пьесы, ну вот с трудом мы сейчас вылезаем на 4 евроцента. А это что говорит? А это говорит о том, что мы эффективно, то есть мы можем производить энергию, и мы можем реновировать свои турбины, когда они изнашиваются. Но вот, например, построить новые турбины уже с такой ценой электричества нельзя, математика не вырастает. Ну, то есть не получится. Соответственно, это же почему так? А потому что не нужно. А потому что есть ветрогенерация, есть солнечная генерация. Слушай, Германия 52% сейчас, извините, получает ветрогенерация, солнечная генерация, и это самое, из этого, из РАПСа они вот эту штуку делают свою. Плюс пилеты. Ну, то есть возобновляемые источники энергии. Понятно, что там полностью газ, например, не исчезнет. То есть газ будет стабилизирующей мощностью являться довольно долго. Атомная энергетика в Европе умирает по понятной причине, потому что потенциал того, что может произойти, когда произойдет авария, он настолько, вероятность опасности настолько высока, что, ну, как бы никто не рискует. Вот это с одной стороны, а с другой стороны, как уже сто раз Максим Шингаркин, специалист по этому вопросу, у нас в эфире говорил, вся эта конструкция очень неплохо работает в период, когда идет накопление атомного оружия. Потому что, ну, как бы, условно, неким отходом от атомного оружия является вот это самое ядерное топливо. То есть вот эта ВОУНО, знаменитая сделка, да, почему оказалось, что там порядка 25% американская атомная энергетика самая большая в мире. Она там шестикратно, по-моему, или семикратно больше, чем вся российская, или десятикратно даже. 25% примерно топлива, который американцы используют для своих атомных электростанций, это вот благодаря вот этому самому нашему, по ВОУНО, полученному ими нашему топливу. Причем тут ситуация какая, то есть оставшиеся 75% они производят сами, и просто это им досталось дешевле. Но дело в том, что составляющая топлива в выработке и в проданном электричестве, она исчезающе мала. То есть можно вот Максим, когда придет, вот следующий у нас, да, следующий? На следующий, по-моему, да, на следующий. Да, вот можно, можете ему написать смс-ку, он вам просто цифры приведет, но то есть это просто смехотворно. То есть составляющая топлива в себестоимости, она там полпроцента, например. А основное это вот потом хранение отработавшего топлива, ну вот это вот, вот это все, и вот эти все аварии, которые... Поэтому атомная энергетика, она как бы, ну, вымирающая отрасль. То есть, да, потихоньку, за счет, там, китайцы строят, там, чуть Пакистан строят. В общем и целом, ну, как бы выбывает и пребывает примерно одинаковое количество, но дело в том, что у атомной станции есть срок службы, и он конечен. Так вот, он приближается к тому, что просто, ну, скачком произойдет уменьшение количества атомных электростанций. Чем они будут заменены? Ну, относительно экологически чистым газом, который, ну, в этом смысле хорош. Уголь выбывает. Гидроэлектростанции больше не становятся, по той причине, по которой я вам описал, их просто невыгодно строить. То есть, да, если ты собрался производить алюминий, и ты терипаска, то заставить государство тебя построить электростанцию, а потом продавать по нерыночной цене электроэнергию, за счет этого у тебя будет неконкурентная цена на алюминий, ты глиноземы будешь привозить из Австралии по давальческой схеме. За счет дешевого электричества вырабатывать алюминий, потом вывозить все это дело за границу, и писать, что ты в списке Forbes, так, 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 прям катит. А вот если чистую математику считать, вот купил, продал, то это абсолютно не катит. Да, не выгодно. Да, к сожалению. А вот смотри, вот такой вот вопрос слушатель прислал. При переходе на электрички забывается очень важный момент. Эстетика, пишет нам Андрей из Новокузнецка. У меня супруга дизайнер, и поэтому нас возит Chrysler PT Cruiser. Это бест-кузов в своем сегменте. Вопрос. Мы уже перевели PT Cruiser на газ, а можно ли перевести любимый дизайн на электричество? Или может уже есть хот-роуд бюджетный на электричестве? И надо сказать, у нас сегодня очень много вопросов про перевод бензиновых машин, своих любимых, на электричку. Да, давай. Могу сказать. У нас осталось 20 секунд. Мне когда? Сейчас говорить. Давай лучше, давай, да, действительно, давай мы это сделаем уже после перерыва, друзья. Плюс семь, девятьсот три, семь, девять, семь, шесть, три, три, три. В YouTube на канале Серебряного Дождя продолжается видеотрансляция. И, ребят, я не устаю напоминать, что все, кто жалуется о том, что у нас звук в приложении, в YouTube на одном канале. Спасибо большое. Мы сейчас, у нас авария произошла небольшая, наши технические службы работают. Так, давай тогда про переделку автомобиля уже после того, как мы вернемся в эфир. Очень много вопросов про BMW i3, прости, вот еще. Это вообще ни о чем. BMW i3 сделаны на старой идеологии машины. Что i3, что i8, BMW не получилось. Серьезно? Да. Ну, такое совсем неудачное изделие. Одно и второе. И BMW сейчас пытается что-то сделать. У них есть, я не помню, как он называется, на базе X1 машина такая. Ну, она не X1, она другая, но размер такого же. Такой микроджипик электрический. Но пока Mercedes, Audi, да. Porsche тоже, да. Но это все, понимаете, это... Я даже не... Вот люди, которые не пользовались, они не поймут. Это сложно объяснить. Ну, то есть, это настолько хуже Tesla по комплексу потребительских характеристик, все, что смешно рассматривать. Оно дороже и хуже. Но неужели ни один автомобиль, ни одной компании не приблизился хотя бы немного к Tesla? Вообще никак. То есть, на втором месте ты никого не можешь поставить после Tesla? Не, ну, на втором месте, вероятно, Audi с вот этими двумя своими, GT-шкой и E-tron. E-tron, который, да. Но это как? Это вот, как сказать, там вот есть американская экономика, да, по размеру. Ну, ну, ну. А еще есть экономика Афганистана. А, офигительно разница. Вот разница вот такая. И там уже Афганистан или, я не знаю, Туркменистан уже значения не имеет, потому что, ну, цифры сложно сравнимы. То есть, это принципиально другой подход к производству автомобилей. И как бы, ну, это примерно как говорить, что мне какого Ишака купить для того, чтобы конкурировать вот с автомобилем? Ишака серого или Ишака белого? Не, ну, это действительно так, понимаешь? Ну, это же неразумно при такой разнице. То есть, ну, да, давайте подождем. Мы же 12 лет ждем, когда кто-нибудь Tesla догонит. Давайте еще 12 лет подождем. Ну, что просто из принципиальных соображений, что этот там юаровский эмигрант разгулялся. Ну, это удивительно. У него же все это делается в открытом режиме. Почему никто... Так нет, у него еще, на самом деле, и не патентованное все. То есть, пожалуйста, берите, кто хочет делать. Ну, потому что миром правят достаточно ограниченные инженеры. Инженер не способен генерить будущее. Он ходячила грифмическая линейка. И как бы он очень хорошо способен исполнять то, что придумали другие. А стратегию должен придумывать не он. Ну, профессионально он этого не умеет. Его этому не учили. Его учили выполнять кем-то поставленную задачу, а не генерировать ее самому. А в автокомпаниях управляют инженеры. Вот он там 30 лет автомобильный мотор изобретал. И вот сейчас ему нужно взять и уволить вообще всех, кто изобретали автомобильные моторы. Ну, и что с ними делать? Представляешь, сколько народа в какой-нибудь Volkswagen сидит, там изобретает. Система выпуска, система впуска, топливопровод. А вот их всех надо выгнать, они вообще не нужны. Так, ладно, Никитушка, давай 10 секунд. Мы сейчас возвращаемся в эфир. Не забудь про то, что нас спрашивают, можно ли бензиновые тачки переделать. Да, доброе утро, Никита Небелицкий, Дарья Гордеева, автоответ. Вопрос тут многочисленный были, про можно ли бензиновую машину переделать в электричку. Да, такие компании есть. Их становится все больше и больше. Тем более, что, опять же, в широком доступе вот эти самые детали от Tesla. То есть, можно купить от модели 3 аккумулятор, от модели 3 электромотора. И вот у тебя уже платформа готовая, там мощность в 500 сил, с большой емкостью батарейки, которая все это дело делает. И как бы прекрасно это все едет. Пока это довольно дорого. Ну, потому что пока штучно. Но уже есть, кто и Porsche переделывает классический. Вот 964, я, например, ездил на такую. Очень приятная машина получилась. Вот, есть, кто Defender старый переделывает. К сожалению, пока нет вот такой вот, ну, типа, хочу пить и круизер. Это такой странный подход. Я небольшой фанат этого автомобиля, не в плане дизайна, не в плане потребительских характеристик. Ну, есть люди, которым вот такая его оригинальность нравится. Да, но вот, к сожалению, такого за совсем нормальные деньги комплекта, недорогого, из какой-нибудь там, я не знаю, того же Peugeot 208 начинки, или аналогичной ему, вот для такого рода машины, его, к сожалению, пока нет. И это странно, потому что, на самом деле, вот этот-то сегмент как раз очень сильно востребованный. И с точки зрения стартапа, разработка такой штуки, она хорошая. Потому что, например, взять и сделать какой-нибудь двигатель внутреннего сгорания, это сложное дело. А вот, например, сделать себе электромотор, вот такой, по образу и подобию того же Peugeot-шного мотора, только изготовленный, ну, например, в России. Вот вполне можно. Да, там будут магниты из Китая, особенно если неодимовые использовать, там, медная проволока тоже будет, скорее всего, из Китая, лаки из Германии, там, ну, неважно. Это все равно ты соберешь в одном месте, сборка российская, и вот эту добавленную стоимость на недорогой российский труд, ты вот можешь использовать. Это конкурентное преимущество. С батарейками сложнее, потому что восприятие батарейки как набора элементов, это неправильно. На самом деле, в батарейке есть два основных, вернее, три даже основных момента, которые, собственно, делают автомобильную батарейку автомобильной батарейкой. Абсолютно неважно, что там в качестве элементов вот носителей этого электричества. Они продаются, и 18650 продается, 2170 продается, и овальные сейчас элементы, и квадратные продаются, то есть какие угодно. Самое главное – это менеджмент внутри батарейки, то есть некая управляющая модель, которая управляется с какой бы конкретно элементом, что сейчас нужно электричество дать или забрать, или отдать. Это система, которая коммутирует все это, ну, некие провода, и система охлаждения этих самых элементов, соответственно, которая сама себя опрашивает и правильно охлаждает. Вот эта автомобильная батарейка, а не батареечки внутри нее. Это вот в структуре цены, да, там 80% все остальное, и 20 батареечки. Кстати, поэтому батарейки не дорожают по экспоненте, потому что сам элемент действительно дешевеет, то есть не дешевеет по экспоненте. Элемент-то дешевеет по экспоненте, а вот менеджмент, он не дешевеет по экспоненте. Он может дешеветь по экспоненте, только если он мультиплицируется в масштабах той же самой Теслы, когда ты по полмиллиона батареек в год, извините, потребляешь автомобильных, соответственно, у тебя разработка вот этой конструкции, ведь самое дорогое, что сейчас есть, это как раз разработка. И если ты разработал нечто, а пытаешься отбить его с серии в тысячу штук в год, это одни деньги. А если ты разработал нечто, и пытаешься отбить это с серии полмиллиона в год, то это совершенно другие деньги. Ну, понятно, да? То есть там разработка Volkswagen платформы MQB обошлась в 80 миллиардов евро. Если бы Volkswagen не продавал по 10 миллионов автомобилей в год, то стоимость этой самой разработки сделала стоимость Volkswagen Golf, например, 2 миллиона или 10 миллионов. Но только как этих Golf продается очень много, то, соответственно, там в каждом купленном вами Golf 5 тысяч, истраченных на платформу MQB. И из этих 5 тысяч, которые вы заплатили, 4 900 – это неэффективное использование средств, ровно по этой причине у Tesla разработка всех ее платформ, на которых она сейчас, ну, производит машины, стоила 300 миллионов. А у Volkswagen 80 миллиардов одной платформы. Ну, вот и все. И вот из этого, это другой принцип конструирования, это другой принцип подхода производства. Ты знаешь, наши слушатели пишут, ребята, не забывайте о том, что такой автомобиль надо будет ставить на учет в ГИБДД. Возможно, в нашей стране проще продать старый автомобиль и купить нормальную электричку. Ну, да, если кто-то не озаботился сертификацией этого самого комплекта. Вот, например, немцы озаботились, у них сертифицированы. В Германии, если вы думаете, что в Германии или в Европе проще поставить машину на учет, или там проще с переделками, то вы жестоко ошибаетесь. Сертификация того, что вы себе установили на машине в Европе, это тоже очень сложное дело. Другое дело, что, опять же, большие компании тратят на это деньги и сертифицируют линейку. У меня в Permisse Circulation, это аналог российского ПТС, испанского, на 330-ю BMW написано 12 вариантов колес, которые ты на нее можешь ставить. И вот эти 12, пожалуйста, ставь. А вот если ты поставил что-нибудь другое, ты техосмотр не пройдешь. А за езду без техосмотра, вообще-то штраф 700 евро первый раз, полторы тысячи второй раз, третий раз у тебя просто конфискуют машину. Вот и все. То есть, на самом деле, все тоже не так волшебно. Везде сертифицируются фаркопы, потому что, извини, если кто-то тянет прицеп, непонятно кем поставлен, непонятно как сделанным фаркоп, и этот прицеп оторвется, он поубивает народ. Это логично. Друзья, я напомню, что это и другие программы «Серебряного дождя». Вы можете пересмотреть и переслушать на нашем канале в YouTube. Заходите, подписывайтесь, комментируйте. Это были «Мужские игры» с Никитой. Именно услышимся завтра в 10 утра. Меня зовут Дарья Гордеева. Прощаюсь до завтра, до 7 утра. Продолжение следует...